Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, разрешите вас ознакомить с работой, которая проводилась в нашем стационаре, начиная с 2010 года, по организации мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций. Ни для кого не секрет, что стратегической задачей современного здравоохранения является обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной больничной среды. Внутрибольничные инфекции являются важнейшей составляющей этой проблемы в силу широкого распространения негативного воздействия для здоровья пациента в персонала и экономике государства. Всем известны факты, что ВБИ поражают где-то 5-10% пациентов, находящихся в стационаре. Наиболее уязвимые группы – это тоже пожилые люди, пациенты с тяжелым течением основной патологии и множественными сопутствующими заболеваниями. Ущерб, связанный с ВБИ – это и увеличение времени пребывания больных в стационаре, рост летальности, экономический ущерб, социальный и психологический ущерб. Вся работа у нас была разбита на три основных блока. Это информационный учет и регистрация внутрибольничных инфекций, аналитический – это анализ заболеваемости, выявление и анализ факторов риска, микробиологический мониторинг. И управленческий – это разработка комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий. Материалами для исследования стали медицинские карты стационарного больного, журналы учета инфекционной заболеваемости в отделениях, результаты бактериологических исследований клинического материала у пациентов с нозокомиальными инфекциями и отчетно-учетная документация – это форма номер 2 и форма номер 14. Значит, учет и регистрация случаев нозокомиальных инфекций. Значит, для организации этой работы в стационаре были изданы приказы. Это приказ о профилактике внутрибольничных инфекций, приказ о совершенствовании лечебно-диагностических мероприятий и эпидемиологического контроля при выявлении случаев внутрибольничных инфекций ВГКБ номер 12, где был утвержден перечень нозокомиальных форм ВБИ, подлежащих регистрации, утверждены критерии определения случая ВБИ на основании санитарных правил, российских национальных рекомендаций хирургической инфекции кожи и мягких тканей, российских национальных рекомендаций нозокомиального пневмония у взрослых и стандартов определения случая инфекции Центра по контролю заболеваемости США. Значит, эпидемиологам в нашем стационаре проводится ежедневный оперативный анализ эпидемиологической ситуации. Ведется журнал мониторинга лихорадящих больных, куда заносятся сведения обо всех температурящих пациентах по отделениям. И особое внимание обращается на пациентов, находящихся на АИВЛ, длительно пребывающих в отделениях реанимации, послеоперационных больных, пациентов с положительными бактериологическими высивами. Значит, огромную помощь в этой работе оказывает имеющаяся в стационаре информационно-электронная система ЭКУП. Значит, в этой системе лечащими врачами ведется электронная версия истории болезни, в которой ежедневно заносятся сведения о состоянии больных, данные о температуре, лабораторных исследованиях, данные о рентгенологических и других дополнительных исследованиях. А также протоколы хирургических операций и листы назначения лекарственного препарата. Поэтому ежедневный мониторинг, конечно, можно проводить. Не надо ходить по отделениям, не надо искать эти истории болезни. А все за компьютером, за рабочим столом. Можно просмотреть всю историю этого пациента, допустим, в которой в течение двух-трех дней у него имеется температура. Значит, для выявления случаев мозокомиальных инфекций эпидемиологам используются активные методы, которые включают это и просмотр истории болезни, просмотр результатов бактериологических исследований. Значит, добровольное информирование лечащими врачами госпитального эпидемиолога о возникших мозокомиальных инфекциях в нашем стационаре практически не используется. И по всей видимости, это определяется психологическими факторами лечащих врачей. Это и боязнь каких-то административных мер, как со стороны Роспотребнадзора, так и со стороны администрации стационара за ухудшение качества работы. Значит, при выявлении мозокомиальной инфекции у пациента лечащим врачом совместно с эпидемиологом заполняется карта регистрации случая мозокомиальной инфекции, которая у нас разработана и утверждена приказом. И на основании этой карты, анализа этих карт, можно уже сделать выводы и о предполагаемой причине мозокомиальной инфекции, об источнике инфекции, и характере возбудителя и так далее. Все случаи регистрируются в журнале учета инфекционной заболеваемости и передаются в отдел регистрации инфекционных заболеваний. Значит, вот за 12-й год таблица, в которой представлено количество случаев, как инфекции в области хирургического вмешательства в отделениях хирургии, сколько было зарегистрировано и сколько зарегистрировано было случаев, связанных с искусственной вентиляцией легких в реанимационных отделениях. Значит, всего за 12-13 год был зарегистрирован, зарегистрировано 37 случаев инфекции в области хирургического вмешательства. В нозологической структуре преобладали наглоения, операционные раны, расхождение швов, абсцессов, легмоны. Было зарегистрировано 2 случая устамиелита, причем не нами, а другими стационарами, куда попадали эти пациенты, и один случай перитонита. Значит, факторами риска развития инфекции в области хирургического вмешательства их можно разделить на 3 группы, связанные с пациентом, связанные с хирургической процедурой и связанные с внутренней средой стационаром. Значит, при анализе факторов, послуживших причиной развития инфекции в области хирургического вмешательства, наиболее частыми причинами в нашем стационаре стало это необоснованное длительное пребывание пациентов от 7 до 20 дней в отделении перед операцией, наличие у оперированных пациентов тяжелых сопутствующих заболеваний, длительность операции более 2 часов, отсутствие переоперационной антибиотикопрофилактики и наличие имплантов. Наиболее частыми и актуальными причинами развития мозокомиальных пневмоний, связанных с искусственной вентиляцией легких, стали это длительные, более 15 суток, искусственная вентиляция таких пациентов, было случаев 72,2%, и наличие тяжелых сопутствующих заболеваний легких у лиц пожилого возраста. В зависимости от профиля ОРИД, количество случаев нозокомиальных пневмоний составило от 1,9 до 3,6 случаев на 1000 дней респираторной поддержки в зависимости от профиля отделения. Охват микробиологическим обследованием пациентов с инфекциями области хирургического вмешательства составил где-то 64,5%, однако, несмотря на проводимую работу, он еще остается достаточно низким. В идеологической структуре преобладали такие микроорганизмы, как стафилококк, ауреус, клепсиалопневмония и так далее. Значит, все они тестировались на чувствительность к антибиотикам, и значительную долю, где-то 46%, составили полирезистентные штаммы. Значит, охват микробиологическим обследованием пациентов с нозокомиальными пневмониями составил 97,5%, материалом для исследования служил бронхиальный лаваш. Значит, в идеологической структуре монокультуры составили 68,5%, ассоциации 31,5%. И монокультуры были представлены штаммами, вы видите, представленными на таблице. Основную долю составляла это клепсиалопневмония. В ассоциациях также одним из ведущих микроорганизмов также была клепсиалопневмония. Выделенные микроорганизмы обладали множественной лекарственной устойчивостью. И с целью снижения заболеваемости инфекциями как области хирургического вмешательства, выделения хирургического профиля и распространенности нозокомиальных пневмоний, связанных с искусственной вентиляцией легких в реанимационных отделениях и как следствие повышения качества оказания медицинской помощи, был разработан и внедрен комплекс профилактических мероприятий. В первую очередь, это была создана комиссия по профилактике ВБИ. Второе, это были разработаны и утверждены приказы, не буду повторять их название. Также разработаны инструкции по обеззараживанию вентиляторов для интенсивной терапии, по обеззараживанию установок для ингаляционной анестезии, по обработке жестких гистероскопов, по обработке эндоскопического оборудования, а также по обращению с медицинскими отходами, обработке рук персонала, приготовлению и использованию дезинфицирующих средств. Организована была база данных микробиологической лаборатории с использованием программы «Микроб». Ежеквартально заведующие отделениями получают протоколы об уровне антибиотикорезистентности в ведущей микрофлоры в отделениях. Клиническим фармакологом совместно с заведующими АРИД был разработан формуляр лекарственных средств по лечению нозокомиальных пневмоний, ограниченное использование антибиотиков в послеоперационном периоде и на стадии разработки находятся протоколы проведения переоперационной профилактики. В 2013 году получили более широкое использование это минимально травматичные технологии при оперативных вмешательствах. 50% операций были проведены энтоскопическим методом. В отделениях реанимации проводится профилактика орофарингеальной колонизации и аспирации пациентам, которые находятся в АРИД. Дезинфекционно-стерилизационный режим, обработка всех инструментов и расходных материалов проводится только централизованно на территории ЦСО. Стерилизация эндоскопической техники полностью осуществляется только плазменным методом. Проводится также обработка наборов хирургических инструментов, предоставляемых в аренду с соблюдением всех циклов, то есть дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация. Также для обеззараживания воздуха и поверхности в операционных используются установки системы Альфа. Применяется эффективная система обработки рук персонала, отделения оснащены локтевыми смесителями, дозаторами жидкого мыла, кожных антисептиков. Используются полотенцодержатели с бумажными одноразовыми полотенцами. Для обработки рук используются антибактериальные мыла и кожные антисептики. Используются, естественно, при манипуляциях стерильные перчатки, а также одноразовые перчатки для предупреждения передачи возбудительной больной-врач-больной. И максимально используются одноразовые материалы, расходные, как для проведения искусственной вентиляции легких, ухода за дыхательными путями, а также одноразовые инструментарии, дренажи, катетеры. Персонал в достаточном количестве пока обеспечен одноразовой одеждой и одноразовыми расходными материалами. Значит, в заключении хочу сказать, что только совместная работа администрации больницы и медицинского персонала, строгое соблюдение технологий при лечении больных, знание основных положений современной рациональной антибактериальной терапии, обязательный учет данных бактериологических исследований и неуказнительное соблюдение способов профилактики помогут не только эффективно лечить и препятствовать распространению нозокомиальных инфекций, но и, что очень важно, предупреждать их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!